здравствуйте дорогие друзья есть одно очень интересное толкование того почему именно начинается слова вот я бог который вывел тебя из страны египетской очень интересная она говорится следующим что люди разные чем всегда что-то когда даже что-то видит знает у него есть свое мнение свой подход но когда ему говорят что я вот например вывел тебя из дома рабства из там где тебя убивали угнетали то мне как бы говорится что мы тебя вывели в правильном направлении хотя бы направление по любому человек не может спорить что выход из рабства это хорошее направление что выход из того места где тебя убивают это хорошее направление то есть здесь спорить нельзя и так бог дал нам правильное направление вывел нас из дома рабства теперь значит а значит что заповеди которые даны, они даны на пользу человеку. Это короткая инструкция жизни. Естественно, каждый хочет понять, вот как именно эта инструкция пользоваться до конца правильно, и что хорошо, что плохо для того или другого человека. Расскажу Майсу. Один бизнесмен стоял на пирсе в маленькой деревушке, наблюдал за рыбаком, рыбак там поймал туца такого. Бизнесмен поздравил его, подошел, говорит, скажи, требуется тебе, чтобы поймать такую рыбу. Он говорит, два-три часа, не больше. А чего же ты не остаешься дальше? Он говорит, а зачем одной вот этой рыбе вполне достаточно, чтобы и я, и моя семья прожили день? Он говорит, а что ты делаешь оставшееся время? Он говорит, ну оставшееся время очень просто. Я сплю до обеда, потом иду на пару часов порыбачить, затем играю со своими детьми, после мы с женой устраиваем себе сиесту, затем я иду в деревянку погулять, потом пью вечером вино, играю с детьми и с друзьями на гитаре, наслаждаюсь жизнью. Тот говорит, слушай, я выпускник Гартварда, я тебе сейчас расскажу, как это правильно сделать. Ты должен рыбачить целый день, потом купишь себе большую лодку, тот говорит, ну а потом? Потом будешь ловить больше рыбы, уже купишь несколько лодок, владелию почти, а потом? Потом, вместо того, чтобы продавать рыбу посреднику, ты будешь привозить прямо на фабрику, увеличишь прибыль, откроешь собственную фабрику. Он говорит, потом, потом оставишь эту богом забытую деревеньку, переедешь в большой город, сможешь открыть офис, будешь директором там. Тот говорит, а сколько займет это время? Ну я не знаю, лет 15-20. А потом? А потом он говорит, бизнесмен, наступит самое приятное, ты продашь свою фирму, получишь уже какой-то доход, да, станешь богатым, и перестанешь работать, переедешь в маленькую деревеньку на побережье, будешь спать до обеда, рыбачить немножко, играть с детьми, устраивать сиесту женой, прогуливаться, пить вино. То есть, все то, что человек делает сейчас. Очень сложная здесь грань такая. Любой из нас хочет, чтобы жизнь протекала в комфорте и в спокойствии. И в этом нет ничего плохого, более того, по-человечески. Если бог дает такую жизненную кусочки, такие жизни, мы должны вот именно за эти куски быть ему очень благодатны. Однако надо знать другое. Мудрецы говорили, что не слишком переусердствовать ради достижения материального благополучия, это беда. Если мы прилежно там что-то делаем, и бог благословляет какие-то доходы наши, замечательно. Но пришли, написано в мир с другой целью, не копить деньги и удовольствие. Написано служить, служить, выполнять заповеди, преодолевать жизненные трудности, совершенствовать себя. Если вместо этого целью нашей становится удобство, успех в обществе, или что-то, значит мы начинаем что-то упускать. Мудрецы написали, что сложно вообще разобраться, что в нашей душе хорошо, что плохо. Мы живем в мире, в котором критерием успеха являются навязанные какие-то вещи, количество комнат, или еще какое-то. И я знаю очень богатых людей в этом мире, почти ни одного не могу сказать, которые скажут, что это принесло им счастье. Более того, наоборот, поэтому великие слова перки, а вот это, кто богат, кто-то счастлив к тому, что имеет в этот момент, в этот момент. Вот это и самое великое, что мы можем вынести из всего. Не человек устанавливает правила игры на земле. Когда Маше сказал, почему Богу ты сделал так или не так, Бог ему ответил очень интересно. Он сказал, где ты был, когда я делал землю? Что в переводе совсем на простой язык означает, если можешь сам, он такой умный, иди делай землю свою, и устанавливай там свои правила. Всевышний сотворил человека наделив его свободой выбора. И он может, если хочет найти свет, а может отказаться от света и жить в этом мире. Человек может искать Бога, а может спрятаться от него, как Адам написано после греха. Человек может обретать веру по мере своей жизни, а может начинать отрицать Бога. Короче, если мы всмотримся, мы можем прийти к великой мудрости, которую сказал нам бердичевский рабе Левицкак из Бердичева. Все, о чем ты беспокоишься, находится в руках Бога. Хочешь ты или не хочешь. Брахава от слаха.